Алина Углицкая, Лилия Орланд. Закрытая Академия 1. Батарейка для мага. Глава 1. Постель пахла прелыми листьями, а ещё была влажной и пружинистой, словно болотный мох. Не желая просыпаться, я перекатилась боку-набок в поисках сухого места на простыне и невольно заёрзала, попав в ещё большую лужу. Интересно, кто из домочадцев рискнул надо мной подшутить? Может, младший брат налил воды? Мелкий гад способен устроить любую каверзу, когда мы с ним в ссоре. Только сейчас у нас мирный период. Бабушка или мама? Об этом смешно даже думать. Ни та, ни другая не станут заниматься подобной ерундой. Папа — тот ещё шутник и мог бы попасть под подозрение, но он уже неделю в командировке. Пока я терялась в догадках, влага просочилась под пижаму. Пришлось открывать глаза. Да только вместо знакомого потолка я увидела небо. Синее такое чистое, с парочкой облаков. Самое обычное небо и стоящее в зените солнце, которое весьма активно прогревало влажную землю. Ту самую землю, на которой я лежала всё это время. Моя комната исчезла. Вместо неё вокруг стоял странный лес, толстые скрученные стволы, лишённые листьев ветви и покрытый мхом кое-где заболоченные участки почвы. Не понимая, что происходит и куда меня занесло, я несколько секунд просто лежала и таращилась на это небо и эти деревья. Затем дернулась встать. Мох подо мной смачно зачавкал, а ладони по самые запястья провалились в густое месиво. И тогда меня накрыла леденящая паника. Если это и сон, то ужасный. Пора просыпаться. Я забарахталась, обливаясь холодным потом. Болото держало, словно кусок липучки несчастную муху. С трудом освободила одну руку, потом другую, и перекатилась подальше от лужи. Здесь земля оказалась более твёрдой. Я подползла к чахлой сосне, прислонилась спиной к стволу, подтянула к подбородку колени и, дрожа, обхватила их руками. Меня колотило от страха и холода. Сон. Это просто сон. Пробормотала непослушными губами. Собственный голос заставил вздрогнуть. Уж слишком жутко он здесь прозвучал. Я просто сплю. Нужно ущипнуть себя и проснуться. Только возникла проблема. Пальцы не желали отпускать колени и щипаться. От страха я не могла шевельнуть даже мизинцем. Так и сидела, рвана дыша. И с каждым мгновением всё чётче осознавала, что это не сон. Сны не бывают такими реальными. Во сне разве чувствуешь, как мокрая одежда неприятно липнет к телу? Или колючку, которая впилась в зад? Нет, здесь что-то другое. В голову пришла только одна более или менее подходящая версия. Меня похитили. Но кто и зачем? А главное, почему эти кто-то вывезли меня в лес? Напрягла память. Что вчера было? Вчера была пятница. Мы с девчонками собрались идти в клуб. Я чётко помнила, как одевалась и обещала маме, что вернусь к двенадцати. Да, мне уже восемнадцать. Могу гулять до утра. Но мама не ляжет спать, пока я не приду. А у неё сердце слабое. Поэтому, чтобы она не волновалась, я всегда возвращалась домой до полуночи. Так, а что было дальше? Помню клуб, громкую музыку, каких-то парней, которые подкатили к нашей компании. Один всё время пытался меня угостить. Но я девочка взрослая, угощаю себя сама, чтобы никто не решил, будто ищу себе спонсора. А ещё мы с ним танцевали. И не только с ним. Кажется. И целовались. Только не помню с кем. А потом? Потом всё как в тумане. Левую лопатку обожгло внезапной болью. И меня словно током ударило. Чётко вспомнилось, как в клубе на нас с девчонками смотрел мужчина, сидевший за соседним столиком. Мрачный такой, брюнетистый тип. Я ещё обратила внимание на его лицо. Он был очень хорош собой. Прямо как актёр. Или модель с обложки мужского журнала. Потом мы с ним, кажется, танцевали. Он слишком крепко обнял меня и положил ладонь на обнажённую спину. От его руки стало так горячо, что я оттолкнула его и убежала. Нужно было вызвать такси и вернуться домой. Судя по пижамину мне, так и сделала. Но каким-то образом оказалась в этом лесу. Да ещё лопатка горит, будто там кожу сдирают. И нет никакой возможности посмотреть, что происходит. Неужели тот тип из клуба — мой похититель? Или я всё ещё сплю? Женя усилилась и заставила меня всё-таки встать. Надо как-то выбираться отсюда. Сон это или не сон. А сидеть здесь явно нет смысла. Нужно попробовать выйти из леса, найти людей. Может, грибников встречу. Посмотрела со скепсисом на корявые деревья, потом на мох и решила. Вряд ли здесь водятся грибники. Вон, даже птиц не слышно. Как смогла, я вымыла руки и ноги в ближайшие лужи. Затем обтёрла влажный мох. Пижама была испорчена. Хлопковые штанишки и такая же футболка пропитались насквозь грязной водой. Хорошо, что солнышко пригревает. Есть вероятность, что одежда высохнет на мне, и я при этом не заболею. Это на тот случай, если весь окружающий бред мне всё же не снится. С этими мыслями я потопала прочь. Как мне казалось, на запад. Потому что именно в ту сторону постепенно клонилось солнце. Ну как потопала. Босые ноги на каждом шагу проваливались в сырой мох. Иногда по самую лодыжку. Доставались с противным чавканьем, которое весьма раздражало. Я уже с нетерпением ждала момента, когда либо проснусь, либо из-за ближайшего дерева выскочит местный лесник и закричит «Улыбнитесь, вас снимают». Или появится мой похититель и объяснит, что происходит. А я первым делом заряжу ему в глаз. Бррр! Всего полчаса на болоте. А уже так сильно его ненавижу. Левую пятку пронзила боль. И я запрыгала на правой ноге. «Шишка!» Я наступила на чёртову шишку. Почему же так больно? Разве во сне подобные вещи не должны вообще проходить мимо сознания? Или подсознания? Я со стоном ухватилась за ближайшую ветку. Постояла немного. Поджав пострадавшую ногу, подождала, пока боль утихнет. А затем двинулась дальше, прихрамывая, и внимательно выбирая, куда ступать. Но чем дальше шла, тем больше мне становилось не по себе от странной, давящей тишины, царящей в этом лесу. Не зная, сколько брела, ни часов, ни телефона у меня не было. А время по солнцу я определять не умела. Наконец, вместе с ветром ко мне долетело ржание лошадей. Вслед за ним послышались голоса, которые с каждым мгновением становились всё ближе. Люди. Не раздумывая, я рванула в их сторону. Едва не плача от радости, кинулась ломиться через кусты, но пару секунд спустя умерела пыл. Так, сон это или не сон, а стоит проявить осторожность. Вдруг это мои похитители? И кто сейчас ездит на лошадях? Раздвинула колючие ветки и замерла, слушаясь в незнакомую речь. Через несколько минут передо мной появились и всадники. Их было трое. Молодые люди. Один возрастом лет по тридцать. Ещё два, на вид немного моложе. Одеты странно. Как будто со съёмок исторического фильма про освоение дикого запада. Куртки из грубой кожи, бриджи, высокие сапоги. Те, что помоложе, щеголяли одинаково не чёсанной рыжей шевелюрой. И лица у них были похожи. Наверняка родственники. А вот тот, что постарше, темноволосый, с трёхдневной щетиной и привлекательным, но хмурым лицом. Я напряглась, едва взглянув на это лицо. Оно мне было знакомо. Сплю я или не сплю, но именно этот кадр лип ко мне вчера в клубе. Боясь шевельнуться и тем привлечь внимание, я просто наблюдала за ними из-за кустов. Даже дышала через раз. Всадники остановились и, не покидая сёдел, отдыхали. Пили воду из кожаной фляги, передавая её друг другу. Перебрасывались непонятными мне фразами. Нет, язык незнакомцев я понимала. Говорили они на чистейшем русском. Ну, наверное, на русском. Но слова, которые мужчины произносили, были мне совершенно незнакомы. Арбадон, Король Барден, Закрытая Академия, Саарток. Ерунда какая-то. Ролевики, что ли? И всё бы ничего. Вот только этот брюнет, сплю я или нет, а сталкиваться с ним снова категорически не хотелось. От одного вида этого человека меня обдавало холодом. Всё в нём, пронзительный взгляд, хмурая складка между бровей, твердожатые губы вызывало острое чувство опасности. Я тайком разглядывала незнакомца. А тревога толчками распространялась по телу, заставляя сердце выскакивать из груди. Так страшно мне, наверное, ещё никогда в жизни не было. Мысли смешались, и ясно я понимала только одно — ни в коем случае нельзя позволить им себя обнаружить. Но стоило сменить позу и вытянуть затёкшие ноги, как подо мной что-то хрустнуло. Я вздрогнула, жалась, молясь про себя, чтобы занятые разговором мужчины этого не услышали. Не повезло. Подняв голову, сразу наткнулась на пристальный взгляд клубного незнакомца. Он никак не мог увидеть меня сквозь кусты. Но увидел.